Привет, друзья! Сегодня мы поговорим, как дополнительно защитить вашу библиотеку фотографий, если вы используете iCloud. Ну а если точнее, я расскажу, как сделать резервную копию всей вашей медиатеки без загрузки на внешний диск компьютера. Дело в том, что многие, кто пользуются облачными сервисами синхронизации для своих фотографий, думают, что наличие всех их фото и видео в облачном хранилище автоматически равно резервному копированию. К сожалению, это не так и в любой момент по разным причинам можно остаться без доступа к своим файлам или с ними может что-то случиться. Это, кстати, касается не только iCloud Photo, но и других сервисов, таких как Google Photo. Для начала давайте разберемся, что такое iCloud Photo и как устроена его работа. Например, когда вы на своем iPhone и Mac включаете синхронизацию фото с iCloud, то в этот момент все ваши действия начинают синхронизироваться между устройствами. Например, если вы отредактировали фотографию, то это изменение переменится везде и это хорошо. То же самое случится, если, например, удалить фотографию на одном устройстве, она пропадет на всех сразу. И вот это может быть уже не только удобно, но и опасно. По той причине, что файлы можно удалять с любого вашего устройства, поэтому ошибка на любом из них может привести к тому, что сотрется ваша библиотека полностью. Поэтому наличие ваших фотографий в облачном хранилище никак не гарантирует защиту от любых ошибок и случайных действий. Также есть ряд и других причин, почему стоит иметь дополнительную резервную копию всех ваших данных, то есть фото и видео. В случае взлома или намеренного удаления всех ваших файлов кем-то посторонним мы рассматривать не будем, потому что это очень редкая ситуация. Хотя исключать такой сценарий тоже не стоит. Куда распространение ситуации, когда люди банально теряют доступ к своему аккаунту, а вместе с этим и ко всем своим данным. Также бывают случаи, когда компания по каким-то причинам может просто заблокировать аккаунт пользователя. Им, кстати, за это ничего не будет, потому что об этом всегда четко написано в правилах. Друзья, перед тем, как мы продолжим, я хочу напомнить, что спонсором этого видео является хостинг-провайдер uahosting.company. Они предоставляют виртуальные сервера с выделенными накопителями в Нидерландах и США. У ребят очень приятные цены и своевременная техподдержка. А по промокоду ANDREANOV30% вы сможете получить скидку 30% на первый платеж при заказе любых виртуальных серверов с выделенными накопителями. Поэтому переходите по ссылке в описании, если вам нужен надежный хостинг-провайдер и ознакомьтесь с их услугами. А мы продолжаем. В общем, сценарии футерии данных на самом деле можно придумать миллион и всех их не перечесть. Но самое главное, это нужно позаботиться о том, чтобы все ваши фотографии хранились не в единственном экземпляре. Сразу скажу, что использовать для этого несколько сервисов облачной синхронизации плохая идея. Например, одновременно хранить свои фотографии и в Google Photo и в iCloud Photo. Потому что в этом случае вы тоже до конца не владеете вашими данными по всем вышеперечисленным причинам. Поэтому хоть одну копию нужно хранить локально у себя на компьютере или внешнем жестком диске. Я предпочитаю второй вариант, потому что хранение на компьютере тоже имеет свои минусы. Опустим, наверное, вариант неисправности компьютера или жесткого диска. То, что это может произойти, наверняка знают все. Хотя обычно игнорируют этот факт, не делают резервные копии и в итоге теряют все свои данные. Но не суть. Самая главная проблема синхронизировать свою медиатеку с маком или компьютером на винде, это наличие свободного места на жестком диске. Потому что многие, когда покупают ноутбуки, берут комплектацию, которая стоит дешевле для того, чтобы сэкономить. И в итоге получают жесткий диск на 500 гигов или еще меньше. И поэтому хранить оригиналы всех фото и видео на нем не лучшая идея, так как они могут занимать куда больше места. Многие меняют свои айфоны из года в год, но все фотографии держат в iCloud. И со временем занимаемое пространство может быть и больше терабайта, что естественно не поместится на жесткий диск в 500 гигов. Поэтому единственный выход хранить все свои фото на внешнем жестком диске. А вот как организовать весь процесс сохранения, это уже интересный вопрос. Конечно, первое, что приходит в голову, это отключить возможность скачивать оригиналы, чтобы они не занимали места на компьютере. И время от времени выделять все фотографии и переносить их на внешний жесткий диск. Делается это через меню файл, где можно выбрать в каком качестве экспортировать фото и видео. Но этот вариант, если честно, мне не очень нравится, так как, во-первых, нужно делать все вручную, а значит тратить свое время. Во-вторых, нужно помнить, что скопировал, а что нет. А в-третьих, в итоге наступит момент, когда забудешь скопировать и в итоге забьешь на все это дело. Поэтому нужно, чтобы все это дело как-то работало автоматически. Ну и плюс хочется продолжать пользоваться встроенным приложением фото для просмотра и редактирования. И желательно, чтобы все изменения синхронизировались между устройствами. Вы скажете, ну нифига себе ты захотел, а я даже спорить не стану, запрос нехилый. Но, что если я вам скажу, что все это можно сделать стандартными средствами системы macOS? Для многих, наверное, будет открытием, что, во-первых, в приложении фото может создавать несколько медиатек, а во-вторых, что системную медиатеку можно хранить на внешнем жестком диске и при этом все будет синхронизироваться с iCloud. В общем, для того, чтобы создать новую медиатеку или изменить путь к системной, нужно зажать кнопку Option на клавиатуре и запустить приложение фото. После этого появится окно, в котором отобразятся все существующие медиатеки, если их больше одной, а также будет показано, какая является системной и путь к ней. Если у вас уже есть медиатека и в ней включена синхронизация с iCloud, то вам нужно просто ее скопировать на внешний жесткий диск, а потом запустить приложение с клавишей Option и указать к ней путь. Ну или просто на внешнем жестком диске сделайте двойной клик по медиатеке и приложение фото само ее откроет. Теперь нужно зайти в настройки приложения фото и нажать на кнопку использовать как системную. Теперь фото и видео будут синхронизироваться между всеми вашими устройствами, но системная медиатека при этом будет находиться на внешнем жестком диске, а значит не будет занимать место на компьютере. Кстати, не забудьте в настройках приложения фото поставить галочку загружать оригиналы на этот Mac. Это нужно для того, чтобы была возможность получать доступ к медиатеке без интернета, а также для того, чтобы сделать ее резервную копию, потому что пока все, что мы сделали, это перенесли саму медиатеку на внешний жесткий диск. Но теперь можно сделать резервную копию встроенными средствами с помощью тайм-машин на любой другой внешний диск или пользоваться другим приложением, если вам не нравится встроенная. Также, если у вас много места на встроенном жестком диске, например, если у вас MacBook на 4 терабайта, то можно медиатеку никуда не переносить и хранить все там, но настроить резервную копию на внешний жесткий диск. Для себя я же выбрал вариант хранить все на внешнем жестком диске, потому что места у меня немного. Кстати, если у вас компьютер на везде, то там тоже можно все легко настроить. Для этого нужно скачать приложение iCloud, установить его и в настройках выбрать путь к внешнему жесткому диску, куда будут сохраняться фото из iCloud. И насколько я понимаю, в случае с Windows это не синхронизация, а просто загрузка новых фото на диск. Поэтому в принципе можно сразу считать автоматически внешний жесткий диск резервной копией. Еще раз хочу повториться, что если вы используете iCloud для хранения ваших фотографий, то не стоит забывать, что в первую очередь это сервис синхронизации. И его, как и другие сервисы, стоит использовать как дополнительную резервную копию, а не основную. Поэтому позаботьтесь, чтобы оригиналы ваших фото хранились у вас всегда на диске. Кстати, всегда можно подключить жесткий диск к ротору и таким образом делать на него резервные копии сразу с нескольких устройств. А на этом все. Пишите в комментариях, как вы храните свои фото и какие сервисы для этого используете. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. С вами был Константин Андрянов. Пока!